Сейчас об этом подробнее. Работу служб и ведомств Люберецкого округа в режиме повышенной готовности обсудили в администрации. Заседание оперативного штаба провел глава муниципалитета Владимир Ужицкий. Мы с сегодняшнего дня, по сути, закрыли все парки, детские, спортивные площадки. Передвижение только в магазин в целях необходимости, в аптеку в целях необходимости. Из дома только в крайнем случае. Теперь это распоряжение касается всех жителей столичного региона. Режим повышенной готовности ввели в целях профилактики и нераспространения инфекции. Работникам медицины, ЖКХ, сферы энерго- и водоснабжения, напротив, придется трудиться больше, чем обычно. Жители должны знать, что они не брошены, что самоизоляция не означает, что каждый выживает как может. Самоизоляция означает то, что каждый отвечает за себя, но есть еще власть, структуры власти, которые обязаны обеспечить проживание, возможно, комфортное проживание жителей на территории. Охрана общественного порядка в округе лежит на плечах люберецких правоохранителей. На минувшей неделе за помощью полицейских жители обращались 1950 раз. 35 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. 32 из них стражи порядка раскрыли по горячим следам. Мы перешли на усиленный вариант несения службы. Оказываем помощь администрациям всех городов люберецкого округа Латкарина, Держинка, Котельники, также люберецкий округ. То есть все участковые полномочия, сотрудники ППС, также патрулируют парки, детские площадки, оказывают помощь всем управляющим компаниям. У огнеборцев столичного региона наступает горячая пора. О работе в пожароопасный период доложил начальник гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 149 раз. Количество пожаров, соответственно, увеличилось за эту неделю. Всего произошло 11 техногенных пожаров, два из которых подошли на территорию городского округа Люберцы. Один пожар подошел в Малахке, в Льва Толстого, дом 70, на территории частного сектора, в частном сарае. Один на территории городского округа, города Люберцы, третье почтовое отделение, дом 50, строительные бытовки. На прошлой неделе пожарные стали чаще выезжать на палы сухой травы. За семь дней на территории обслуживания люберецкого гарнизона более 50 случаев. Из них в Люберецком округе 26. Пока оперативные службы трудятся в усиленном режиме, работы, не требующие срочного завершения, решили приостановить. Такие, как ремонт подъездов. Люди, которые этим занимаются на самоизоляции, мы не создаем, будем говорить, потому что, когда мы займем подъезды, это какая-то появляется, в том числе, антисанитарий, что это же пыль, мы же там начинаем что-то скоблить, что-то тереть и так далее. Поэтому давайте мы эту тему на время приостановим. Ремонт на паузу, дезинфекцию на максимум. Более тысячи человек ежедневно обрабатывают хлоро- и спиртосодержащими растворами подъезды округа. Средства наносят в местах общественного пользования – на перила, почтовые ящики, в лифтах и домофонах. Управляющие компании дезинфицируют и детские площадки. Управляющие компании предоставляют ежедневный отчет по выполнению обработки в управлении ЖКХ. Средний процент обработки МКД составляет 76%. Видна положительная динамика за неделю. Прилагаем все возможные усилия для охвата 100% МКД. Дезинфекция в округе идет во всех местах общественного пользования. Службы также ежедневно обрабатывают автобусные остановки и общественный транспорт. Луиза Игязыряна, Анна Троян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.